Музыка Коллапс Нас ждет коллапс Мы разбираем материалы Майкла Дауда Майкла Дауда Было задоначено Прочитать, разобрать Статейку, это первое Второе, что самое главное Это большое-большое двухчасовое видео Обзор будет происходить в виде Моего пересказа И комментирования этого самого пересказа Понятное дело Ну просто потому что монтаж стоит Значительно дороже Монтировать все это я бы сошел с ума Ну его нафиг Короче монтировать Понятное дело Начнем с разбора текста Текст описывает тему коллапса цивилизации Затрагивая различные стадии и аспекты этого явления Коллапс трактуется как значительная Потеря уровня сложности В ходе которой социально-политическая структура Становится проще и менее организованной При этом коллапс может происходить постепенно Или же скачками Затрагивая разные сферы Экономику, политику, культуру И так далее Под коллапсом, пишет автор Я подразумеваю резкое сокращение численности населения И или политической, экономической и социальной сложности На значительной территории в течение длительного времени Ну, вообще, в принципе, да Уже сразу отдает таким жестким алармизмом Все, финал, конец Скоро будет очень плохо Количество людей уменьшится Мы все умрем Все будет отвратительно Все будет абсолютно ужасно Неприемлемо Гадко Ну и так далее, так далее, так далее Крах, в свою очередь, должен быть быстрым Не более чем за несколько десятилетий, пишет автор И должен повлечь за собой существенную потерю социально-политической структуры Ну, продолжаем В работе приведены определения коллапса Таких авторов, как Джаред Даймонд Джозеф Тайнтер И Дмитрий Орлов Они описывают коллапс как сложное явление Имеющее как внешние, так и внутренние стадии Например, Орлов выделяет пять стадий Финансовый, коммерческий, политический, социальный и культурный коллапс На каждом этапе рушится вера общества в систему Сначала в экономику, затем в рынок Правительство, социальные связи И, наконец, о господи боже мой, человечность Также обсуждаются факторы, приводящие к коллапсу Включая исчерпание ресурсов, рост населения и изменение климата Текст описывает теорию катаболического коллапса Теория о постепенном упрощении через чередование распада и восстановления И приводит разные взгляды на потенциальные последствия коллапса Его неизбежность Наряду с этим, текст затрагивает барьеры к осознанию и принятию возможностей коллапса Такие, как отрицание, невежество, апатия, сложность А также такие концепции, как надежда, пессимизм, реализм и вера в технологический прогресс Вот приблизительный пересказ того, что было в статье Прокомментировать это можно довольно просто Но легче будет комментировать уже в контексте того видео, которое мы будем обозревать Но видео вы видеть не будете, понятное дело Так вот, соответственно, на мой взгляд, на мой взгляд, уже сразу же, да Что в статье, что уже дальше непосредственно в основном видео, которое два часа идет Мы встречаемся с одной фундаментальной проблемой Эта фундаментальная проблема аргументационный характер носит, да Автор делает очень большой акцент на объяснении, почему его позицию не хотят принимать Вместо того, чтобы озвучивать мощные аргументы, доказывающие неизбежность коллапса Что в видео, что в статье, да Он просто, ну, коллапс есть, вот книги, миллион книг, держите, читайте, да Вместо того, чтобы нам доказать и взять лучшие из аргументов, наиболее убедительные Автор, к сожалению, помещает нас в такую ситуацию, когда он винит в нас в том, что мы не понимаем, почему произойдет коллапс Мы не понимаем, мы избегаем этого взгляда Это тотальное обвинение Я как человек, который не придерживается никакой позиции по данному вопросу Был бы не столько, да Короче, на меня эти манипуляции действуют крайне плохо Просто потому, что я не знаю Я не знаток всяких представлений, связанных с климатологией Глобальное потепление Для меня все это и все данные, которые там присутствуют Для меня это просто как бы некая информация В которой я не разбираюсь Я не знаю, как она получена, насколько она достоверна Ну, наверное, ряд таких параметров, которые в климатологии существуют Особенно, когда речь идет о замере уровня воды Например, его легко померить Да, там, я не знаю Например, когда речь идет о замере средней температуры в разных местах Ну, скорее всего, оно работает Да, скорее всего, оно работает Но Какие из этого можно реально хорошие выводы сделать Это действительно отличный вопрос И я, как не специалист Не могу здесь оппонировать Климатологам, очевидно Да, но они специалисты, а я не специалист Но и при этом я не могу соглашаться с ними Лишь по той причине, что они так сказали Потому что они климатологи Они изучают климат Это было бы слишком наивно, глупо Ну, короче, не люблю я перекладывать Как бы это сказать Время познания на плечи других людей А потом послушно следовать тому, что они говорят То есть я не сторонник такого подхода Поэтому Я все же сохраняю сомнения Какие-нибудь хорошие, мощные, сочные аргументы Могли бы попробовать, да, меня убедить в той или иной теме Или склонить хотя бы к той или иной интуиции Относительно того, что нам нужно делать И насколько коллапс все-таки неизбежен Как-то так Что-то нос чешется Слишком много говорю Так вот Теперь переходим к материалу видео Майкл Даут Это автор видео Видео включает информацию о резком изменении климата Подъеме и падении цивилизации А также о том, как оставаться вдохновленным в трудные времена Неизбежность и будущее Майкл Даут обсуждает 10 Неизбежных факторов Которые определяют будущее Эти факторы включают технологические тенденции Экологические и социальные проблемы Он подчеркивает важность принятия этих неизбежных факторов Для понимания будущего Ну, давайте начнем, по крайней мере, с того Что тут мы наблюдаем типичную картину Какого-то типичного, в кавычках, футуролога Причем футуролога-алармиста Мы заранее не знаем, каким будет будущее Альтернатив будущего колоссальное количество Решение тех проблем, которые Даут озвучивает По крайней мере, по некоторым проблемам Они как минимум предвидятся Да, они как минимум предвидятся То есть, есть шанс, что они будут решены Так или иначе, технологическими И не только методами Тем временем Есть другого рода проблемы Которые могут также приводить к коллапсу И даже в более быстрой перспективе Ну, например, глобальное потепление Глобальное потепление Ну, сколько оно будет идти? Очень долго будет идти глобальное потепление Оно происходит постепенно То есть, мы не то, чтобы такие спим-спим-спим Проснулись, а Питер уже затоплен Нет, это не так работает Ну, мы проснулись Плюс миллиметра Ну, условно миллиметр Плюс миллиметра к уровню воды Проснулись следующую ночь Еще плюс миллиметр от уровня воды, допустим А через 10 лет Уже, возможно, Питер будет На метр под водой И то большинство зданий будут на поверхности То есть, всегда есть Колоссальное время для реагирования Понимаете? То есть, всегда есть колоссальное время для реагирования И, конечно, возможно решение данных проблем Когда жители прибрежных городов Уедут, например, в ближний пригород Который может находиться выше от уровня моря И все, уровень моря их, по сути-то, и не достанет Это во-первых Это во-первых Это первое, да, что надо обсудить С другой стороны, есть катастрофы потенциальные Которые на несколько порядков опаснее Потому что, ну, например, если на тот же Питер Упадет несколько ядерных бомб То это приведет к непоправимым последствиям Причем, оп В мгновение ока, как бы И мигрировать И когда тебя уже разнесли ядерной бомбой Сложно Даже если ты остался жив Тебя облучило Ты будешь очень нездорово себя чувствовать Ну да, ты мигрируешь, но ты уже будешь больной Вряд ли оставишь здоровое потомство И вообще оно будет как-то нехорошо Да, то есть, вот, например, перспектива применения ядерного оружия О чем Даут говорит крайне редко На мой взгляд, как раз Куда более опасная вещь На которую сложнее всего реагировать А вот на Разного рода Повышение уровня воды Реагировать относительно просто Ну, если это, опять же, не сопрягается С какими-то Катаклизмами Особенно массовыми катаклизмами, конечно же Массовые катаклизмы здесь опаснее всего были бы Отрицание Ну, значительная часть видео потрачена на то, чтобы объяснить А почему люди все это отрицают Отрицание – это бессознательная привычка Которая мешает принимать реальность Отрицание часто связано с адаптацией Невнимательностью Избеганием информации Которая ставит под сомнение Надежды и ожидания Майкл Даут считает, что принятие неизбежных фактов Помогает улучшить психическое здоровье и благополучие Вот тут первая проблема Заключается в том, что Сам Даут Считает Свои выводы, по сути, да Из тех фактов, которые мы имеем Фактами Он считает, что если мы продолжим вот эти вот тенденции По той линии, по которой они идут А не факт, что они продолжат идти по той же тенденции Тут важный, важный Важный факт Важный факт заключается в том, что Тенденции не обязаны идти по той линии По которой они изначально вот намечены Да, может случиться разное Но он говорит, что мы продолжим Мы продолжим вот так вот смотреть Чисто математически получается Да, вот у нас графики Мы график продолжаем Просто берем и продолжаем график Осуждаю, да Так вот, мы просто берем и продолжаем график И, соответственно, вот мы что получаем Какие-то негативы То есть вот ресурсы тратятся Продолжаем тратить ресурсы с той же скоростью Или даже с немножко ускоряющейся Все, вот к этому году ресурсов не будет А замены мы не будем, видимо, искать и предлагать И переиспользование уже имеющихся ресурсов Мы, видимо, делать тоже не будем Топлива, ну окей Опять же, да, тоже мы, видимо, не будем искать Возобновляемые источники топлива Ну и так далее, так далее, так далее, так далее То есть нет, ну как бы он проговаривает, да Что все методы поиска альтернативных источников энергии Они никуда не ведут Они медленные, они достаточно быстрые И так далее, так далее, опять же, да И абсолютно игнорирует тему искусственного интеллекта Какие-то еще дополнительные темы Которые, ну, в технологии сейчас развиваются Понятное дело, и может быть очень все по-разному И усматривание тех тенденций, которые мы имеем Усматривание этих тенденций Может в конечном итоге быть ложной стратегией Но Даут автоматически считает Вот эту тенденцию Саму по себе фактом И в этом плане он, ну, как бы Не прав, опять же, да Если мы видим лебедя, потом мы видим второго лебедя Потом видим третьего лебедя И они все белые Это не значит, что все лебеди белые Точно так же Если тенденция в настоящее время вот так вот двигается Это не значит, что она будет двигаться так Бесконечно, ну, или до определенного конца Пока ресурсы не закончатся Какие-то из ресурсов То же самое с глобальным потеплением, кстати Если температура и уровень моря сейчас растет Это не значит, что они потом не начнут падать По какой-нибудь причине, опять же, да Допустим То есть, опять же, важно не путать наши факты И выводы, которые мы из них делаем Потому что факт Ну, факт, явление, феномен Да, смотрим на феномен просто Наблюдаем, вот, уровень воды был вот такой Стал вот такой, допустим, да На определенной локации Окей, видно Температура была 10 градусов В среднем, там, не знаю На осень А сегодня 15 градусов Она там, да, средняя на всю осень была И так каждый год уже 16 Там 17 градусов Там 20 градусов на осень Допустим Ну, наверное, происходит рост температур По крайней мере, в конкретных регионах Да, окей, действительно Похоже на правду Да, похоже на факт Но выводы Они, как бы, могут иметь проблемы Опять же, да То есть, выводы могут оказаться проблемными Во многих случаях Потому что вывод почти всегда подразумевает Вывод из неполной индукции Он всегда вероятностен И когда речь идет, тем более, о предсказании будущего Ну, простите Сомнения могут возникать Сомнения могут возникать Особенно в таких сложных вещах Как в среднем климат Да, в целом климат Климат это что-то большое Сложное Неоднозначное Имеющее огромное количество факторов влияния Ну, то есть Такое впечатление Такое впечатление Что предсказывать изменение климата На десятилетия Довольно сложная задача, как минимум Не знаю, взорвется какой-нибудь вулкан Произойдет еще что-нибудь Где-нибудь что-нибудь случится И все Климат уже будет работать по-другому Как-нибудь Да, то есть Будет изобретена какая-то технология Которая охлаждает мир Так скажем Да Ну, все будет изобретена технология какая-то В мире будет холоднее И здесь Майкл Даут Он слишком алармист Но с другой стороны Давайте я вам скажу так Алармизм это неплохо Нету ничего категорически ужасного И отвратительного в алармизме Заранее предугадывать Предвидеть какие-то потенциальные проблемы Которые могут возникнуть Очень важно Даже несмотря на то, что некоторые из этих проблем Решаются как будто бы автоматически Ну, например, проблема глобального потепления Окей Становится теплее Вода наступает Некоторые прибрежные города Как бы затапливаются Ну, окей Есть миграция Причем Даут сам будет писать дальше про миграцию Говорить о ней, да? Но так как будто бы он предлагает Какую-то гениальную идею Для решения данной проблемы На самом деле Это нифига не гениальная идея Просто потому, что это капитанская Капитан-очевидность Даже если бы человечество Ровным счетом Ничего не знало Про глобальное потепление Даже если бы человечество Ничего не знало Про рост уровня воды постепенно Когда бы вода уже фактически выросла Вот ты вот такой выглядываешь А у тебя там лужа Как бы, да? Вот вместо дороги У тебя лужа У тебя вода Водища Там плавать можешь В этом всем Ну, ты, наверное, захочешь мигрировать Тут все довольно просто, да? И эта проблема, что самое главное Решается довольно быстро Да, экономический урон будет И многое будет зависеть от того Как именно правительство Будет справляться с миграцией И более того, важно Насколько Что ли Реактивно Или даже профилактично Будет работать само правительство Любой страны Чтобы покрыть Вот эти вот самые Как это называется-то? Последствия, да? Чтобы покрыть последствия Этого самого глобального потепления Как-то так Дауд перечисляет Десять неизбежных факторов Включая климатический хаос Вымирание видов Ухудшение психического здоровья Первый фактор Цивилизация в огромной степени Зависит от ограниченных ресурсов Второй пункт Глобальный спрос на энергию растет Третий пункт Мы очень медленно Выключилась книга Много болтал Эмм Так Ну Мы очень медленно Мы очень медленно Мы очень медленно Переходим на возобновляемые источники энергии Четвертый пункт Современные возобновляемые источники энергии Не являются эффективной заменой Ископаемого топлива Пятый пункт Даже самые оптимистичные сценарии Перехода на альтернативные источники энергии все равно приведут к серьезным изменениям климата. Шестой пункт. Темпы роста мировой экономики достигли пика несколько десятилетий назад. Седьмой пункт. Население мира увеличивается. Восьмой пункт. Наши источники пищи и воды сокращаются. Девятый пункт. Изменение климата стремительно дестабилизирует нашу окружающую среду. Десятый пункт. Биоразнообразие сокращается. Окей, давайте по пунктам пройдемся, посмотрим, что по их поводу мы можем сказать. Цивилизация в огромной степени зависит от ограниченных ресурсов. Ну, правда, правда, окей, только из этого ничего не следует, соответственно, пока что. Глобальный спрос на энергию растет. Действительно растет, согласен, солидарен. Мы очень медленно переходим на возобновляемые источники энергии. Согласен, но возможно ускорение, как минимум. Да, рассуждать здесь о возможности, ну, то есть говорить, что оно невозможно и что оно возможно, одновременно является немножко странным. Опять же, с учетом возникновения уже нейросетей, нейросети могут комбинировать разные виды, взгляды, технологии. Скорее всего, если загрузить в какую-нибудь нейросеть особо изобретательную, какой-нибудь набор патентов разных, разных патентов, да, загрузить, она перемешает их, перекомбинирует, посмотрит разные варианты и предложит некоторые хорошие эффективные решения, которые уже можно сделать, да, даже без каких-либо особых серьезных затрат и какого-то совершенно офигительного улучшения этих самых нейросетей. То, что люди сами не могут делать или умудряются не делать, да, там, ну, не могут просчитать, посмотреть все вместе взятое. Какая-нибудь одна нейросеть, причем одна, а если их брать несколько, да, одновременно работающих, то и побольше можно что-то сделать. Ну, в общем, вы понимаете. Может, в кавычках методом не просто проб и ошибок, а вот такой вот комбинаторики разных изобретений, подходов и всего остального, предложить некоторые варианты решения, до которых люди догадываются медленнее из-за отсутствия эффективности академической системы. Академическая система, понятное дело, работает крайне неэффективно, у нее очень низкий КПД. Он какой-то есть, да, КПД хороший, он какой-то есть, какой-то некий процент полезности у академической структуры имеется. Но важно заметить, что это очень низкий процент КПД, потому что, ну, не знаю, по моим оценкам, больше 90%, ну, намного больше 90% того, что происходит в университетах, даже в естественных науках. Это не имеет особо никакого практического применения. Само по себе оно нужно в основном для того, чтобы PHD, кандидаты, доктора, наук, они получали свои степени, поддерживали их, для того, чтобы они увеличивали индекс Хирша. То есть, все-таки, современная система и изобретательства, и технологий, и медицины, и всего остального, она устроена крайне неэффективно. Не настолько крайне неэффективно, чтобы не давать нам ничего. Достаточно, достаточно все-таки, да, уровень эффективности достаточен, чтобы получать пользу регулярно. Но этой пользы, судя по всему, при более эффективной работе могла бы быть значительно больше. И такое впечатление, что нейросети без особых усилий смогут, по крайней мере, эффективно комбинировать уже имеющиеся варианты технологий на относительное создание каких-то принципиально новых технологий. Черт его знает, не будем догадать. Но комбинировать уже какие-то варианты сможет. И на основании этого можно уже пробовать, смотреть, что из этого получится. Может быть, мы ускорим переход на возобновляемые источники энергии. А может быть и нет. Я ничего не гарантирую. Современные возобновляемые источники энергии не являются эффективной заменой ископаемого топлива. Ну, факт. Это факт, да. Сколько там в пустые, в какой-то, в Сахаре вроде бы, да, вы расположили огромное количество солнечных батарей. В общем, в довольно жарком месте, где очень много солнца. Расположили, просто километры покрыли этими батареями. И вроде бы как... И вроде как не особо это все хорошо работает. Пятый пункт. Даже самые оптимистичные сценарии перехода на альтернативные источники энергии все равно приведут к серьезным изменениям климата. Мне, кстати, кажется, здесь довольно большая проблема у Дауда заключается в том, что даже при довольно плохих сценариях, я не скажу, что при самых худших, но при довольно негативных, мы все равно не приходим к так называемому коллапсу. То есть к капитальному сокращению населения. Ну, условно, к вымиранию даже следует сказать, да. Мы не приходим к вымиранию. Ну, например, происходит у нас климатическое изменение, да, допустим. Окей. Время воды повысился, температура повысилась. Что случается с людьми? Они умирают? Не, они мигрируют, скорее всего. Вот люди, скорее всего, мигрируют. По очевидным причинам. Они не хотят оставаться в том месте, где им плохо. Они, скорее всего, выберут перебраться в то место, где им хорошо. Очевидно. Просто очевидно, да. Наверное. Наверное, люди вот так вот по большей части устроены. Люди не особо хотят умирать. Если они увидят, что вот у них в их прибрежном городе уровень воды уже вот там по шею, допустим. Ну, надо уезжать оттуда, понятное дело. Другой вопрос. Насколько комфортно им этот переезд дастся? Действительно. Насколько комфортно он им дастся? А это уже будет зависеть от разного рода политических решений. А политические решения могут быть принципиально разными тоже, да. И могут быть полезными. Могут способствовать выживанию. Могут давать льготы этим людям, да. Более того, дома сейчас строятся с невероятной скоростью. В принципе, буквально за год-два можно отстроить гигантский город. По сути, да, гигантский город. Кучу домов. По крайней мере, кучу домов можно отстроить. Если мы посмотрим, как в пригороде Питера, Москвы строятся вот эти вот пригородные города, которые просто примыкают к Питеру и Москве, да. Мы увидим ту скорость, с которой человечество готово работать. Кстати, китайцы вообще говорят просто за секунды, за секунды строят города. Шутка. Про секунды, конечно, шутка. Но, насколько я знаю, у китайцев есть свои технологии, которые позволяют еще быстрее строить города. Ну, то есть, при определенном желании, при наблюдении за некоторыми тенденциями, опять же, за год-два, вот в Петербурге растет уровень воды, допустим, мы это видим, неприятно. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, может быть, какие-то дамбы построят, отводные, там, не знаю, Балтийский канал, вот так вот перекрыть по... Да, это звучит как ринж, конечно. Слишком большое расстояние. Но при этом, может быть, как-нибудь научатся либо отводить воду куда-нибудь, либо еще что-нибудь с ней делать, чтобы в Петербург она все-таки не попала. В общем, всякое может быть, всякое может быть, всякие вещи можно придумать. Каждый отдельный регион, город, в зависимости от того, где он находится и какие там условия, ну, вот, исходя из этого, мы уже можем рассуждать о том, какие варианты у нас есть. И вряд ли глобальное потепление приведет к какому-то глобальному вымиранию, тотальному коллапсу и всему остальному. Темпы роста мировой экономики достигли пика несколько десятилетий назад. Ну, то, что достигли, это не значит, что мы пойдем вниз, очевидно. Ну, хотя, наверное, похоже на то, что пойдем вниз. Вопрос в том, насколько низко мы спустимся. И, с другой стороны, периодически происходят невероятные какие-то интересные события, открытия, мероприятия. Что-то, что-то вжухает, короче, внезапно. И это позволяет экономике выйти на новый уровень. Такое было уже несколько раз за всю историю человечества, да. Я не сторонник того, что из-за того, что это было несколько раз за всю историю человечества, мы каждый раз должны полагать, что оно так всегда и будет. Нет, ни в коем случае, да. Ну, а такое уже несколько раз было. И поскольку такое уже несколько раз было, а почему бы не представить, что это повторится вновь? Ну, тем более мы, опять же, на пороге искусственного интеллекта всякого, роботизации, всего остального. Ну, такое впечатление, что плюс-минус, что плюс-минус, у нас как бы предвидится некоторый возможный прогресс, который поможет нам непосредственно преодолеть те проблемы, которые описывает Дауд. Если мы друг друга не уничтожим в разных войнах, конечно, понятное дело. Если мы не будем уничтожены войнами, то окей. У нас есть возможность влияния. И это прекрасно. И это прекрасно, господа. И это прекрасно. Население мира увеличивается. Окей, население мира увеличивается, но есть нюанс. Но есть небольшой нюанс. В развитых странах население уменьшается, в России население убывает, много где население тоже убывает. И что самое главное, темпы роста населения снизились буквально везде. И в тех странах, где население... Ну, те регионы, которые продолжают давать прирост населения, там тоже происходит постепенное замедление рождаемости. То есть, есть вероятность того, что население мира будет уменьшаться, но не посредством какого-то резкого коллапса и вымирания людей, а посредством, ну, просто того, что на одну семью приходится один ребенок в среднем. Да, ну, как бы, сколько, 1,5 там или что-то вроде того. Ну, вы понимаете, в общем-то, человечество не самовоспроизводится в том объеме, в котором оно сейчас присутствует. И, на мой взгляд, это само по себе неплохо. Это само по себе неплохо. Если рассматривать какие-то позитивные сюжеты, да, возможно, в скором будут найдены, так скажем, какие-нибудь средства, которые позволят продлить жизнь. И, допустим, люди будут жить там по 150-200 лет, что, опять же, скорее всего, продлит период фертильности женщин и что позволит рождаться по двум детям за эти 150 лет условно, да, как вариант. Ну, и, соответственно, человечество будет вымирать медленнее, что тоже в каком... ну, это как вариант, да, опять же, я не говорю, что это будет открыто, но вот просто вот как вариант, ну, 150-150 лет. Чуть-чуть какие-то 150 лет. Наверное, пить какие-то лекарства, таблеточки, которые позволят восстанавливаться клеточным оболочкам, там, еще каким-то причинам, да, которые будут выводить токсины из клеток. Что-то такое вот сделать, и, возможно, мы продлим свою жизнь на энное количество времени. Я уже не говорю о каком-нибудь потенциальном бессмертии, что было бы вообще, наверное, страшновато с учетом, да, того, что население мира тогда будет только увеличиваться всегда. Но у нас население, по крайней мере, пока что идет на убыль. И это не то, чтобы сильно плохо. Я не какой-то человек, который боится того, что население идет на убыль. Пусть идет. Пусть идет на убыль вообще как бы нейтрально. Нейтрально. Наши источники пищи и воды сокращаются. Допустим, факт. Не знаю точно, допустим, факт, но, опять же, есть возможные альтернативы для того, чтобы, видимо, решить эти проблемы. Наверное, относительно источников пищи и воды это наиболее какая-то незначительная проблема. Наши источники пищи и воды сокращаются. Почему это незначительная проблема? Потому что, ну, как мне кажется, да, решение проблемы питания и воды это легко решается, как мне видится. Есть какую-нибудь воду, не знаю, да даже океаническую, морскую, наверное, лишить соли не так уж и сложно. То есть какие-нибудь фильтры, не фильтры. Воды на планете очень много. Да, пресной воды меньше, но дело-то не только в пресной воде. У нас столько морской, океанической воды, что, наверное, можно ее как-то очистить. Еда, ну, рыба, не знаю, мясо возобновляется довольно много, довольно сильно. Опять же, нейротехнологии, может быть, помогут и так далее, и так далее, и так далее. Просто сейчас, понимаете, мы такое впечатление, что, с одной стороны, есть люди, которые вот настаивают на том, что мы сейчас в шаге от великого прогресса, и вот-вот сейчас будет просто технологическая сингулярность. В это я тоже не особо верю и сомневаюсь в этом, но какие-то технологические подвижки сейчас кажутся возможны. А с другой стороны есть Даут, который говорит, что, не, вообще, все, пипец, мы мертвы, господа. Мы мертвы, это надо принять и признать. Будьте спокойны, да, мы мертвы, примите неизбежные, примите неизбежные факты. Изменение климата стремительно дестабилизирует нашу окружающую среду. Ну, допустим, ну и что, как говорится, причем здесь коллапс. Вот мы до сих пор не коллапсировали. Мы продолжаем дестабилизировать нашу окружающую среду, но мы до сих пор не коллапсируем. Ну и биоразнообразие сокращается. Ну, допустим, сокращается. Окей, а как это на нас конкретно влияет? Вот, как это приведет к коллапсу конкретно человечества, если биоразнообразие, оно сокращается? Нет, печально. Животных я люблю лично, животные. Не хотелось бы, чтобы их биоразнообразие сокращалось. То есть я здесь... То есть для меня это сам факт того, что биоразнообразие сокращается. Если это, конечно, факт, но, скорее всего, это факт. Для меня он уже сам по себе печален, но при этом я не вижу, как из биоразнообразия, которое сокращается, следует то, что у нас будет коллапс. Для меня это абсолютно как бы неочевидная логика. Ну, для того, чтобы человечество выживать, ну, коровки нужны, коровки нужны, там, я не знаю, какие-нибудь свинки нужны какие-нибудь, да, там, я не знаю. Ну, что мясо мы едим, а мы их выращиваем отдельно. В принципе, если все биоразнообразие погибнет, вообще все насекомые, все животные, ну, наверное, да, среда станет намного хуже, деревьям будет намного сложнее расти, еще что-нибудь там произойдет, ну, плюс-минус, как-то это можно тоже будет урегулировать, скорее всего, даже при тотальном сокращении биоразнообразия, при абсолютном, да, сокращении биоразнообразия, ну, кроме растений, конечно. Так или иначе, затащим. Так или иначе, затащим. Но если оно не сокращается так радикально, как я описал, то с какого-то смысла... Такое впечатление, что это вообще не выглядит очень опасно именно для человечества. Ну, от того, что, например, вымирает какой-нибудь вид амурских тигров, нам-то что, так скажем? Что, вымерли тигры? Окей, вы скажете, ну, размножатся какие-нибудь там, не знаю, лоси. Ну и что, ну, лоси, мы лосиное мясо есть можем в таком случае. Мы можем заменить тигров, контролировать популяцию лосей, есть люди, которые с удовольствием будут отстреливать этих лосей. Так вот, продолжаем разбирать видео. Он подчеркивает важность коллективных действий и миграции для предотвращения катастроф. Ну да, только проблема заключается в том, что их предвидеть сильно заранее практически бессмысленно, просто потому что, ну, все равно будет миграция. Все равно будет миграция. А коллективные действия, ну да, неплохо было бы предпринимать. То есть я не противник всякой вот этой экологической темы, если что, да. Майкл утверждает, что большинство людей будут неохотно признавать эти факты. Очень много времени автор тратит на то, чтобы пояснить, почему его позицию отрицают. Но не так много убеждает нас с ним согласиться. Он поясняет, что такое отрицание и почему оно происходит, что, конечно, имеет смысл. Но есть нюанс. Без хороших поддерживающих позитивных аргументов такая стратегия не должна работать. То же и в его статье под названием «Коллапс». Он тратит очень большой сегмент текста на то, чтобы пояснить, почему с ним не соглашаются из-за веры в прогресс, пессимизм и так далее. Но куда меньше озвучивает аргументы, которые бы заставляли читателей согласиться с ним. В общем, кажется, что автор моих материалов он занимается таким своеобразным обвинительством. Он очень сильно обвиняет своих читателей, зрителей и всех остальных в том, что они ему не верят. Проблема заключается в основном в том, что вот, да, он озвучивает некоторые факты, но из этих фактов он делает какой-то быстрый логический скачок куда-то далеко вперед и не получается уследить за его аргументацией на самом деле, при том, что его аргументация может представлять собой довольно вероятные догадки. Еще раз подчеркну, я не противник того, что глобальное потепление все же настанет, и нас там утопит и все остальное. Я не знаю, будет ли это или не будет. В общем, поскольку я не климатолог, поскольку я не климатолог, я не могу быть уверен в том, что они правы или не правы. Для меня это все как бы абсолютно неочевидная информация, да, абсолютно неочевидная информация, и я не собираюсь соглашаться с ними или не соглашаться, обладая просто незнанием в данной области. Но при этом, допустим, климатологи правы, допустим, действительно глобальное потепление, действительно нас всех затопит, тенденции будут продолжаться в том же духе, допустим, опять же. И, допустим, антропологический фактор здесь повлиял очень сильно. Окей. Допустим. Пусть будет так. Пусть будет так, да, соответственно. И что с того? Ну и что с того? Экономические последствия все равно оказываются в какой-то степени непредсказуемыми. По крайней мере, потому что... Ну как бы вам пояснить, да, как бы вам пояснить. Ну вот смотрите. Сравню ситуацию с СВО. Во-первых, никто, никто, никто не смог предсказать, что будет СВО. Да, как бы вот. Для всех политологов, социологов, каких-то вот военных вот этих вот, большинство из этих людей, они такие, о господи, СВО, как это вообще, да? Никто не мог этого предсказать. По какой-то причине произошло СВО, которого никто не предсказывал. Потом все эксперты всякого либерального толка и многие другие специалисты с кандидатскими докторскими PHD степенями предсказывали крах экономики России, говорили, что все полный конец, в ближайшие там несколько лет все просто смерть, будем жить в нищете, бедности, умирать и так далее, так далее, так далее. Да, урон экономике нанесен был, но такое впечатление, что он был не критичен. Россия продолжает существовать и всякие предсказания о ее скоропостижной, собственно, гибели экономической, ну, они как бы не выгорели, по крайней мере, пока что. Когда речь касается предсказаний, связанных с социологией, политологией, политикой и всеми такими вещами, мы зачастую не можем ничего предсказать. То есть даже если можем предсказать то, как будет действовать природа, допустим, мы можем предсказать, как она будет действовать, даже если это так, это еще не значит, что мы можем наверняка предсказать То, как будет действовать человечество Отдельные политики Отдельные государства Отдельные страны И что самое главное, ну с людьми понятно Миграция, да, скорее всего при повышении уровня воды При потеплении сильном и всем остальном Скорее всего будет миграция Но все-таки Будет ли правительство помогать или не будет Будет ли выделять жилье или не будет Что будет происходить Мы досконально об этом не знаем Тотальный крах всей мировой экономики Ввиду того, что Соответственно глобальное потепление Мне кажется принципиально Маловероятным событием Принципиально маловероятным Окей, есть куча прибрежных городов В США Опять же Нью-Йорк, Лос-Анджелес Затопят скорее всего Вообще Вест-Кост, Ист-Кост Очень важные экономические Регионы для США Окей Но это ведь напрямую не означает Это ведь напрямую не означает Что все, конец Что если затопят эти прибрежные зоны Ну все, Америка умирает Не знаю, умирает Европа Умирает там еще что-то Нет, скорее всего будет переезды Переселения Европу полностью не затопят Полностью не затопят Тем более Америку Америка огромная Европа, ну тоже так себе Не маленькая Да, соответственно Есть территории на возвышенностях Находящиеся Плюс-минус Это можно как-то обыграть Это можно переиграть С этим можно как-то справиться И ввиду того, что с этим можно как-то справиться Следовательно, наверное Это не приведет к какому-то тотальному коллапсу Да, ну не то, что прям напрямую Следовательно на 100% Многое будет зависеть от той политики Которой будет оказывать государство Причем политики могут Брать друг у друга Позитивные какие-то образцы Поведения других политиков Да, то есть умножать эффективность При определенных ситуациях Иногда это, конечно, не работает И как нам показала история с ковидом Это скорее, ну Очень часто может работать даже в обратную сторону Когда негативные практики закрепляются Но все же Продолжаем Видео Преимущество принятия неизбежного Принятие неизбежного приносит ясность Сострадание и любовь в действии Это помогает изменить приоритеты И сосредоточиться на важных вещах Майкл подчеркивает важность доверия К реальности и принятие краха Мы должны принять крах Хотя мы его еще не доказали Это база Коллапс, пишет он Безусловно, неизбежен Если мы продолжим идти Да, это самое главное Что он всегда неизбежен И все Просто по определению Коллапс, безусловно, неизбежен Если мы продолжим идти По нашему пути по умолчанию Наша способность Осознавать неизбежность Или вероятность Глубоко заложена В основе нашего понимания коллапса И многочисленных факторов Способствующих ему Вот какие аргументы он использует Коллапс неизбежен Ну, по что он неизбежен А вот если мы продолжим данную тенденцию Какую тенденцию? Тенденцию на техническое развитие, если продолжим. Ну, такое. Это дальше цитата из статьи. Чтобы доказать неизбежный крак глобальной индустриальной цивилизации, необходимо доказать две вещи. Во-первых, необходимо учесть ограниченные запасы земли в виде ископаемого топлива, металлических руд, других промышленных и сельскохозяйственных ресурсов, пресной воды, плодотворной почвы. А также продемонстрировать, что многие из этих ресурсов либо уже прошли свой исторический пик производства, либо скоро достигнут его. Ну, здесь я рассуждать не берусь, потому что не являюсь специалистом, но все же пару слов я готов, наверное, рассказать. Опять же, да, относительно ископаемого топлива, возможно, будет найдено еще ископаемое топливо. Запасы запасами. Можно найти новые запасы периодически. Это раз. Во-вторых, возобновляемое топливо. То есть, я не знаю, какое-нибудь солнце, ветер, вода, наша лучшая еда, что-нибудь там еще. Наверное, можно что-то придумать. Наверное, можно что-то придумать, и, возможно, в ближайшие годы это все-таки будет реализовано. Это во-вторых. В-третьих, металлические роды. Металл вокруг нас. Вот я не знаю. Будет, скорее всего, перепроизводство металла уже, который мы добыли. Вот, например, моя трость. Ее можно будет скором продать за хорошие деньги. За хорошие деньги можно будет продать эту трость, и ее просто пустят в следующий цикл производства. Да, технологии вырастут. Количество денег, которое будет требоваться для того, чтобы купить ту или иную металлосодержащую вещь, возрастут, скорее всего. При таких условиях. Ну, а что поделать? В принципе, тот же самый металл, который мы сейчас используем, можно повторно включать в производство. Большое количество циклов. Не бесконечное количество циклов, но некое большое количество циклов, так что жить можно. Сельскохозяйственные ресурсы. Про промышленные говорить не буду, вообще ничего не понимаю. Сельскохозяйственные ресурсы. Ну, наверное, 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 можно оживлять, так скажем, почву. Наверное, есть какие-то аграрные технологии, которые нам помогут. Наверное, что-то где-то когда-то мы сможем сделать. То есть сельскохозяйственными ресурсами, наверное, все такое. Пресная вода. У нас океан есть, который растет постепенно. У нас тут глобальное потепление. Проблема наблюдается с тем, что постепенно будет расти уровень воды. Вопрос, а можно ли как-то очистить именно морскую, именно океаническую воду, чтобы ее бить? Если да, если это потенциально возможно. У нас, конечно, ограниченное количество воды, но настолько большое, что человечеству хватит с лихвой. Соответственно, да? Тут, как мне кажется, мы имеем огромное количество возможностей. Я, конечно, как не специалист, скорее всего, заблуждаюсь во многих вопросах. И, может быть, решение тех или иных проблем не такое простое, как мне кажется, по крайней мере. Не такое простое, как мне кажется. Но при этом всем такое впечатление создается, что все-таки какие-то способы решения всех этих проблем есть. Намечать эти проблемы, на мой взгляд, важно, полезно и хорошо. Игнорировать эти проблемы нельзя, но именно сам факт того, что мы можем намечать решение, уже тоже, ну, забывать о нем не стоит. Роль религии и веры. Майкл обсуждает роль религии и веры в обеспечении устойчивости. Он утверждает, что большинство катастроф являются следствиями духовного дефицита и религиозного провала. Причины краха цивилизации. Майкл объясняет, что причиной краха цивилизации является экологический дисбаланс. Он связывает это с антропоцентричным высокомерием и идолопоклонством. Майкл подчеркивает, что экономика роста является религией, идолопоклонством, а не наукой. Экологическая экономика – идолопоклонство. Экологическая экономика критикует демоническую экономику, идолопоклонство. Экономика роста игнорирует экологические ограничения и рассматривает человечество как всемогущее. Герман Дейли, основоположник экологической экономики, называет это идолопоклонством. Ограничение и благодарность. Первый закон жизни – ограничение пропускной способности. То есть мы не можем, видимо, использовать, ну, бесконечно все использовать не можем. Есть, короче, некоторые ограничения, порог, границы. Лойл Ру утверждает, что религия помогает жить в правильном отношении к реальностью. Жизнь в гармонии с реальностью может быть определена как мудрость. Вложенные реальности природа устроена так, что реальности вложены друг в друга, пишет, говорит автор. Прошлое находится внутри нас, и мы являемся частью больших экосистем. Название реальности должно вызывать смирение, иначе мы обречены. Чего за реальности? Какой реальности? Покажите мне реальность, так скажем. Что-то реальность, капостулируется какая-то реальность. А невидимость. Ну да ладно, к видимости тоже надо относиться хорошо, я считаю. Экологическое мировоззрение. Механическое мировоззрение последних 500 лет рассматривает Вселенную как сложные часы и хочет использовать мир. Это, по ему мнению, крайне негативно. Экологическое мировоззрение связывает божественное начало с живым миром. Взгляд Бога. Взгляд Бога это субъективный опыт каждого существа, пишет, говорит Майкл. Различие между светским языком и языком мифов, оно фундаментально в данном случае, потому что религия помогает соотноситься с реальностью, а наука понимать ее. То есть наука это о том, как мир устроен. А религия, по мнению Майкла и некоторых авторов, на которых он ссылается, это то, как мы с этим миром взаимодействуем, соотносимся, как мы к нему относимся, по сути. То есть мы можем использовать в кавычках науку. Блин, я мог бы здесь, конечно, задвинуть большой антисиентический такой вот набор высказываний, но давайте не будем здесь это делать. Давайте просто слово наука будем сейчас использовать абсолютно халатно, как это и делает Майкл. Так вот, так вот, религия, по его мнению, это то, как мы относимся к реальности, относимся к реальности, к окружающему нас миру, вот этому всему видимому. Отношение может быть плохое, негативное, злое, он буквально это злом будет называть, ну или доброе, правильное, которое способствует развитию этого мира, улучшению экологических разных средств и всего остального, ну вы понимаете. По мнению автора, религия не справлялась со своей задачей, вот, потому что она способствовала экспансии в отношении мира, использованию этого мира, христианам было плевать на этот мир, они больше духовным миром занимались. Потом появилась, так скажем, религия прогресса, которая еще хуже подсела на этот мир и начала использовать все его ресурсы. В общем, все пошло не туда, не в ту сторону. Проблема заключается в том, что, по моему мнению, автор выдает нам какие-то свои околорелигиозные ориентиры, как необходимые. Имеет, конечно, право, но мы начинали с фактов и некоторых выводов из этих фактов, которые, на мой взгляд, были не до конца точны и понятны и прозрачно. А потом перешли к тому, что мы все должны пребывать в состоянии тотального преклонения перед реальностью, умолять ее великую божественную реальность. Там мы будем за тебя заботиться. Зачем? Зачем именно религия? Что мне мешает с уважением относиться к природе, пестовать ее и способствовать ее развитию без какого-то религиозного акцента такого, да? Без какого-то религиозного трепета перед природой, которую дальше Даут назовет непосредственно Богом. Зачем мне обожествлять реальность вокруг меня, если я и так могу относиться к ней хорошо? Для меня это выгодно, чтобы реальность вокруг меня, ну, видимость, лучше сказать, она была свежей, хорошей, красивой, чтобы вокруг росли деревья, чтобы вокруг птички пели, животные какие-то радовались жизни, там, люди, да, тоже были счастливы, экономика росла и вообще все было замечательно. Я в этом буквально заинтересован, как бы, да, чтобы оно так было. Кстати, к вопросу об альтруизме и эгоизме, я в этом заинтересован не столько, как альтруист даже, я в этом заинтересован, как эгоист, потому что мне в этом мире жить, так или иначе, да? Как ни странно, относительно эгоизма и альтруизма, нередко последствия эгоизма и альтруизма, они просто одинаковыми будут. Потому что хороший, рациональный, последовательный эгоист, скорее всего, придет к тому, что ему лучше жить в обществе, где все хорошо. И, может быть, какие-то частные решения эгоист будет принимать в свою пользу, что неплохо на самом деле, но какие-то общие решения эгоисту лучше принимать для пользы всего сообщества. Потому что в размере нескольких логических шагов, да, можно предвидеть, что мы попадем в ситуацию, ну, если, ну, давайте так. Вот эгоист сидит, и у него есть выбор, присвоить себе все ресурсы мира и стать владельцем всех денег и обладать всем, чем только можно. Либо нет все-таки. И вот глупый эгоист такой, знаете, поспешный берет и выбирает, да, обладать всеми ресурсами мира. Но в таком случае вымирает все человечество, потому что у человечества не будет ресурсов, в том числе ресурсов питания. Но у тебя, у эгоиста, будут все ресурсы. Да, ты мог бы как бы разделить эти ресурсы, но успеешь ли ты это сделать или нет, непонятно. А современная система кое-как работает, и поэтому, ну, ты понимаешь, короче. Да, скорее всего, вот это твое глупое решение приведет к смерти большого количества людей. А если это приведет к смерти большого количества людей, то твои ресурсы для тебя ничего не значат, потому что ты не можешь обрабатывать эти ресурсы, получать из них прибыль, улучшать мир вокруг себя и так далее, и так далее, и так далее. Если мир вокруг себя не улучшается, получив все ресурсы, ты делаешь свою жизнь хуже просто. В общем, на мой взгляд, даже загоренелый эгоист заинтересован в том, чтобы мир вокруг него был максимально благополучен. Я говорю и про мир природы, экологический мир, и про мир человека, общества и вот такие вот вещи. Даже самый кондовый эгоист, если он подумает, если он рассмотрит разные альтернативы, если он посмотрит на разные, с разных сторон и с разных углов, он поймет, ну, вообще, да, мир должен быть сбалансирован, люди должны зарабатывать деньги, чтобы, да, люди увеличивали благополучие вокруг, люди должны иметь некоторые суммы денег, понятное дело, да, чтобы не быть бедными, чтобы не голодать, чтобы не воровать. Ну, опять же, эгоист, который заполучил все ресурсы, он против себя, также от тех людей, которые не умрут, он их против себя, как бы, ну, они будут против него, скорее всего. Его, скорее всего, самого эгоиста убьют рано или поздно. Просто за то, что он, как бы, заполучил, за то, что у него просто есть ресурсы. Отжать у одного человека ресурсы очень легко. Эгоист не сможет их удержать. Ну, допустим, эгоист скажет, ну, ладно, я бы хотел ресурсы и армию. Ресурсы и армию. Ну, окей, тогда перебьешь кучу народа, и твоя армия постепенно будет подыхать, да и тебе будет не очень хорошо, и все равно ты будешь бояться за свою жизнь постоянно. Такое себе. Так вот, а Даут, он здесь создает какую-то странную религию. Ведь, ведь на самом деле, даже какой-то кандовый эгоист, он вполне заинтересован в том, чтобы в мире было все хорошо. Но Дауту зачем-то нужна религия. Непонятно. Непонятно. То есть, вот эти вот его религиозные взгляды и попытки перед природой так или иначе пофлексить своей верой, ну, такое себе. Мне не нравится. Персонификация и мифы. Персонификация помогает познавать реальность сердцем. Мифы и религии помогают нам соотноситься с природой. Природа участвует во всех наших решениях и имеет более долгую память, чем мы. Устойчивое и неустойчивое развитие. Устойчивое развитие означает верность, а неустойчивая неверность. Правильное отношение к реальности важно для всех видов, говорит Даут. И какое же правильное отношение к реальности? Как решить, какое отношение правильное? Слова создают миры, и язык со временем видоизменяется. Экология – это сердце теологии, он говорит. Экология – это сердце теологии, и она важна для понимания реальности. Программа его призывает к паузе и отдыху. Для лучшего восприятия мы должны отдохнуть, обмыслить все эти дела, дела обмозговать. И потом уже двигаться, соответственно, вперед. Все наши поступки, которые играют против экологии, ну, умерщвляют виды, зачерпывают запасы максимальные, все такое – это зло. Буквально. В его топике это чистое зло. Это чистое, абсолютное, ужасное, отвратительное зло. Влияние экологических исследований. Экология, как сердце теологии, довольно смелая идея, как по мне. Но это уже я считаю. Но она не соответствует большинству теологий. Вообще непонятно, насколько это теология. Более того, в теологиях важно учение о спасении. Но, честно говоря, не совсем понятно, как экология может помочь спастись именно душе человека. То есть спасти, может быть, окружающий мир, окружающую среду – это неплохо, это хорошая задача, да, позитивная. Она даже не противоречит христианству как таковому. А почему бы не поспасать мир-то на самом деле? Почему бы и нет? Но такое. Пробуждение осознания. Дауд говорит о том, что проблема в том, что мы больше не прислушаемся к земле. Пять стадий пробуждения, по его мнению. Это экологическое осознание, технооптимизм, отрицание, осознание одной проблемы, осознание множества проблем, осознание взаимосвязи, осознание глобального кризиса, господа. Вот вы должны через все это пройти. Религиозный натурализм, по Дауду. Реальность как бог, доказательство, как священное описание, говорит он. Экология как теология, честность как духовный путь. Экотеизм как альтернатива антропоцентризму. Антропоцентризм – это высокомерие, по сути, да. Переход от антропоцентрического мировоззрения к кориентированному на жизнь необходим, по мнению Дауда. Антропоцентрическое высокомерие имеет огромное количество разных последствий. Негативных, о которых мы уже говорим в виде коллапса в том числе. Вопрос в том, одни ли мы во Вселенной. Это тоже антропологический контекст имеет. С чего это мы одни во Вселенной, да. Это глупо. Вот у нас животные прямо даже здесь живут. Какие мы одни во Вселенной. Может быть еще где-то там наверху кто-то есть, да, может быть. Так вот, в общем-то, догмы приблизительно такие у религии Дауда. Это религиозный натурализм, либо священный реализм, эко-тео-кредо, реальность – это его бог, доказательство – это его писание, эпопея эволюции – это история создания, экология – моя теология, честность – мой духовный путь. Вдохновлять к доверию к реальности – это его миссия. Бог – это не метафизика. Бог – это просто реальность с личностью, которая включает в себя биосферу и смотрит на нас глазами других живых существ, что тоже важно, да. Бог – это, ну, это даже не бог, наверное, просто какое-то некое тотальное обобщение. Это пантеизм. Ну, это пантеизм. Одна из худших версий пантеизма, на самом деле, которая может себе представить. Бог – не личность, в принципе, даже, можно сказать. Хотя написано, что он личность, реальность с личностью, но тут такое впечатление, что в кавычках личность. Личность в кавычках употребляется здесь, да, она неполноценная. Эко-теизм выходит за рамки и растворяет дебаты между теизмом и атеизмом. Ох, как круто. Почитай экосферу и космос, как бога, пишет Даут. Вот-вот, чему мы должны прийти, да, видимо. Воспитывай смирение, а не высокомерие, дружище. Празднуя эволюцию нашего инстинкта персонификации, а не осуждая традицию. Способствуй эво-эко смыслу существования религии. Ну, религия, смотрится это довольно странно, мне кажется. Причем предельно странно, это предельно странная религия. Прям супер странная религия у Дауда. Он ее придумал, он ее и как бы, он ей пользуется. Довольно странная штука, будем честны. Мне кажется предельно, 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 предельно странным. Ну да ладно. И что самое главное, это не является необходимым. То есть, он пытается привести нас к некой религии, хотя сама по себе эта религия не является необходимой. Это просто какое-то радикальное решение, радикальное верование, которое должно в нас возникнуть, потому что просто так. Потому что просто так, короче, да. Потому что в мире плохо всё. Давайте религию делаем правильную. Давайте делаем правильную религию. Антропоцентризм и идолопоклонство. Фильм не поднимает глаза, документальный, а не художественный. Так, кстати, говорил Тайсон. И я не про Майкл Тайсона, я про Нила Дегресса Тайсона. Это цитата этого Тайсона, да. Антропоцентризм – это идолопоклонство. Сосредоточенность на человеке, а не на жизни. Идолопоклонство включает светские религиозные формы, такие как поклонение писемному слову, потустороннему миру и верованием. Идолопоклонство, да, человекоцентризм. Нереальное представление о Боге, божественность, не являющееся синонимом реальности, неуважение к первичной реальности, биосфере как главной, признание того, что мы производные. Принятие первичной реальности, например, почвы и лесов, оно должно быть само собой разумеющимся под ауду. А все остальное, вот нереальные представления о Боге, это все надо как бы убрать. Это неправильно. Придерживание высшей власти, которая ведет нас к предательству и осуждению будущего, это нехорошо. Идолопоклонство перед писанным словом, перед потусторонним, перед разными убеждениями, которые вредят экологии, это все негативно, это буквально зло под ауду, это зло. Эволюционная и экологическая роль религии. Религия обеспечивает правильное отношение к реальности. Уилсоны, братья Уилсоны, Дэвид и Эдвард, подчеркивают позитивную роль религии. Может быть, кстати, не братья. Так, эволюция человека. Практическая истина помогает в личной социальной и экологической целостности, а фактическая это профакты. Мне, кстати, не нравится разделение на практическую и фактическую истины. Истины, соответственно, наших представлений реальности и ничто иное. Просто есть, да, есть альтернативные теории в аналитической философии, в эпистемологии аналитической, ну и, как говорится, с ними вы знаете что. Устойчивое развитие религии. Религия в устойчивых культурах контролирует настоящее, чтобы не поставить под угрозу будущее. В неустойчивых цивилизациях религия становится механизмом преодоления трудностей. В стабильных обществах технологии и экономика соответствуют потребностям биосферы. Экологический кризис и моральный провал. Экологический кризис это моральный и религиозный провал. Соответственно, добро и зло не абстрактны и не относительны. Добро и зло применимы к экологической целостности и социальной согласованности. Зло разрушает экологию, а добро либо нет, либо наоборот помогает ей. Устойчивое развитие требует верности и экоцентризма. Дальше автор говорит о возможности устойчивого образа жизни. Устойчивый образ жизни возможен, несмотря на гипотезу Пола Мартина о чрезмерном количестве. Экологические культуры отличаются от антропоцентрических, что тоже принципиально важно. Примеры устойчивых культур включают племена и экоцентрические цивилизации. Проблемы и трудности. Проблемы можно решить, а трудностей нет. Глобальное потепление – симптом перегрузки, а не основная проблема. Цивилизация – это гонка за средствами от порождаемого ею зла. Цивилизационный коллапс. Цивилизации погибают от своей собственной природы. Цивилизация – это долгосрочная финансовая пирамида, живущая за счет природы. А индустриальная цивилизация – апофеоз этого фатального курса. Исторические примеры. О том, как антропоцентрические цивилизации совершают самоубийства. Процесс занимает от 200 до 400 лет, скажем так. Я немножко не точно перескажу. Процесс, прогресс меняется регрессом. Это необратимый процесс. Ожидание – реальность. Ожидание зависит от времени рождения и смерти. Мы живем в мире с дефицитом пропускной способности. Наши институты и ожидания не соответствуют реальности. Экологические проблемы. Климатический хаос, гибель океанов и другие проблемы. Симптомы превышения экологической допустимой нормы. Богатство и благополучие должны измеряться с точки зрения экоцентрических показателей, друзья. Мы находимся на шестом этапе массового вымирания. Что бы это ни значило, при том, что население растет. Мы при этом находимся на шестом этапе массового вымирания. Ну окей. Планетарные границы. Мы пересекли множество планетарных границ. Неправильное понимание превышения приводит к неправильной интерпретации важных проблем. Пропускная способность экосистемы. Максимальная численность популяций без деградации. Природа общества. Первые 95% человеческой истории были стабильными. Эксплуататорские культуры приводят к рабству и колонизации. Падение занимает меньше времени, чем восхождение к величию. Системный коллапс. Экономический рост медленный, а коллапс быстрый. Вот в чем проблема. То есть он думает, что мы постепенно-постепенно поднимались, преодолели огромное количество порогов и сейчас все вниз пойдет. Ну, очень смело. Очень смело. Пруфов, конечно, не будет. Пруфов, конечно, не будет. Есть некоторые эмпирические данные, из которых напрямую не следует, что обязательно будет коллапс. Да, возможно, другие какие-то вещи. Многие аргументы у Дауда представлены в виде выводов, причем не точных. Поэтому в точности убедиться в том, что он прав, не получится. Это как минус. Но как плюс предвидеть ряд катастроф, на мой взгляд, довольно важно. То есть я здесь не тотальный противник алармистов. Я, скорее, такой человек, который не знает, как оно будет дальше. И предвидеть некоторые возможные опасности и заранее противостоять им, на мой взгляд, это важно, хорошо и правильно. Абсолютное исключение алармистов из дискурса я считаю абсолютно неправильным. Алармисты должны шуметь, алармисты должны кричать. Мы иногда должны принимать решения, ну не всегда, но иногда, по крайней мере, особенно, когда это наиболее вероятно. Совершая некоторые профилактические такие вещи, связанные с разными алармами, тревогами, проблемами. То есть заранее решать потенциальные проблемы, которые предсказывают некоторые алармисты, особенно если эти проблемы звучат довольно правдоподобно. Системный коллапс. Экономический рост медленный, а коллапс быстрый. Устойчивое развитие и экоцентризм. Способность заботиться о будущем. Это предел благодати. Предательство будущего означает кражу у потомков. Экоцентризм и жизнецентризм основные позиции сторонников будущего. Благосостояние и биорегион. Благосостояние измеряется состоянием здоровья почвы, лесов и водоемов, друзья. Вот так вот. Неустойчивость означает эксплуатацию и снижение биорегиона. Антропоцентрические цивилизации приводят к перерасходу и превышению пропускной способности. Коллапс биосферы. Резкое изменение климата приводит к коллапсу биосферы и вымиранию видов. Великое ускорение коллапса биосферы. Потеря стабильности необходимой для... Почему вымиранию видов, кстати, тотальному? Это же, может, и не приведет. Нет? Ну, просто животные тоже могут переселяться, мигрировать. Они это регулярно делают. То есть... Такое впечатление, что биологическая система, она более-менее, ну, неплохая. И большинство животных, которые сейчас живут на нашей планете, могут быть адаптированы к большему количеству регионов, по отличие от тех, где они обитают. Узко-специализированных видов на одном регионе, как я полагаю, не то чтобы сильно много. Ну, типа... Ну, типа вот так вот. Тем более происходит потепление, а не похолодание. Что в каком-то смысле лучше. В каком-то смысле лучше, да? Для выживания, по крайней мере. По крайней мере, для выживания лучше. Ну, просто, опять же, потому что, когда холодно, хуже растут растения. Когда хуже растут растения, нам просто хуже становится. Животным хуже становится, есть меньше. Чем меньше есть травоядным, тем меньше есть хищникам и так далее, так далее, так далее. То есть, похолодание кажется большей проблемой, чем потепление. По крайней мере, со стороны. Вот. Да и остаются территории для миграции куда-нибудь на север, где раньше было холодно. А теперь стало лучше. И то есть, по сути, миграция может привести к тому, что животное окажется приблизительно в похожей среде, что и жило раньше. Что, опять же, не способствует его тотальному вымиранию всех видов. Переломные моменты и научные исследования. Переломный момент, связанный с резким изменением климата. Важность научных исследований, таких как работы Гая Макферсона и Боба Хансикера. Кстати, у автора есть еще один нюанс. Он постоянно ссылается на книги. Это, с одной стороны, хорошо, потому что можно многое прочитать. С другой стороны, это плохо, потому что нужно многое прочитать, чтобы с ним согласиться. То есть, с одной стороны, он молодец, что дает нам ссылки на источники. Это прекрасно, это красиво, это замечательно. Проблема заключается в том, что из этих источников он не выбирает эффективные и хорошие аргументы, чтобы нам их показать. Он просто тычет нас в основном книгами, говорит, вот книги, 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 30-40 книг обязательно прочитай, и тогда ты будешь на моей стороне. Откуда я знаю, прочитаю эти книги, а откуда я знаю, что это не какая-то особая выборка книг, которые автоматически просто подыгрывают позиции автора. Может быть, автор таким образом тонко отобрал книги отдельных ученых, и вот у него получился корпус из книжек, который он всем рекламирует. И этот корпус из книжек, он плох с точки зрения мета-анализа той или иной темы. Еще раз подчеркну, научными работами, научными статьями при желании можно доказать почти все, что угодно. Потому что научные статьи могут быть написаны абсолютно о чем угодно и могут иметь абсолютно разные выводы. Вот, важно, важно подчеркнуть, да? И даже если вам со стороны кажется, что исследование проведено офигительно хорошо и классно, вы, как не специалист, это оценить вряд ли сможете, да? Если эта тема не перепроверялась множество раз, то вы, скорее всего, окажетесь в большой проблемной ситуации, да? Потому что вот у вас научная статья, дефис, научная книга, монография, которая на самом деле не является особенно проверенной никем, но вы ее берете в качестве какого-то основного материала, просто потому что другого материала нету, и вы берете еще несколько таких же книжек по похожим, схожим темам, и, короче, подобрать набор книг можно абсолютно любой при желании. Доказывающий практически все, что угодно. Глобальное потепление, там, глобальное, возможно, даже похолодание, хотя я не знаю, сколько там консенсус научный сейчас относительно глобального потепления. Наверное, он достаточно большой. Наверное, про глобальное похолодание не получится. Но все же, относительно некоторых отдельных фактов, скорее всего, почти всегда можно найти большое количество разнородных материалов в статье, если ты просто тычешь статьями без метаисследований, ну, нет. Это так не работает, короче. Это очень плохая доказательная база была бы, с одной стороны. И, с другой стороны, плохо, что мне самому придется разбираться в этих 40 книгах, опять же, что я даже если их прочитаю, я все равно до конца не разберусь в теме. Потому что в тему придется погружаться еще глубже, если я захочу, наконец-то, принять нормальный, если я хочу сделать нормальный вывод. Хоть на сколь-сколь-нибудь нормальный вывод. И причем, опять же, важно понимать, что даже хорошие, качественные исследователи, которые честно работают над той или иной темой, они не могут быть спасены от разного рода предрассудков, от разного рода ошибок, от неправильной оценки фактов, от допущения индуктивных ошибок, логических ошибок. То есть, ученый не спасен. И что самое главное, иногда даже сообщество вокруг этого ученого может не заметить тех или иных ошибок, просто потому что, ну, оно не особо подробно разбирает эту тему. Иногда бывает, что очень узкий круг исследователей, используя все-таки нормальную научную методологию в той или иной дисциплине, ну, в кавычках, нормальную научную методологию, вы понимаете, да? Так вот, используя нормальную научную методологию, могут прийти к ложным выводам вполне. И никто их не проверит на протяжении десятилетий, скорее всего, да? Может быть, когда-нибудь мы там через 20, 30, 40, дефис тысячу, дефис 100, 200 лет, узнаем, что ученые прошлого были дураками, которые предвидели какое-нибудь глобальное потепление, хотя по факту температура так повышалась, 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 остановилась, а потом пошла там на убыль, например. Да, всякое, всякое бывает, по каким-то причинам. Ну, не учли какие-то факторы. Ну, не учли то, ну, не учли это там. Ну, что-то сделали неправильно, да? Ну, опять же, факторов слишком много. Отдельные ученые не могут взять и все учесть. И те представления, которые существуют в науке, в науке в широком смысле, да, того или иного времени могут, в конце концов, оказаться ложными. Даже когда этих позиций ложных придерживаются топовые ученые, причем не просто топовые ученые по какой-то рандомной специальности, а топовые ученые по конкретно этой теме. И сколько раз мы сталкивались уже с научными ошибками академическими, когда в итоге приходилось как бы признавать, что, ну, да, мы ошибались. Да, мы ошибались. Да, мы ошибались, короче. Мы ошибались, господа. И это надо признать, наука это никакой, ну, наука, чем бы она ни была, во-первых, да, куча всего. Но в любом случае любая наука не является способом давать безошибочные ответы на те или иные вопросы. Даже когда речь касается каких-то простых практических вещей, наука может заблуждаться в каких-то относительно, ну, практических штуках, которые вроде бы, вот тенденция, вот рост всего идет, ну, наверное, он будет продолжаться как бы, а чего бы ему не продолжаться-то как бы, да, вроде все факты указывают на то, что он будет продолжаться. Но это все равно в конечном итоге непросто, да, непросто сделать правильный истинный вывод, имея ограниченное количество фактов у себя на руках, а ученые всегда имеют на руках неполную индукцию. Всегда. 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 Полная индукция в любой академической дисциплине, ну, кроме возможной гуманитарных наук, там, литературы и всего остального, невозможно. Понимаете? Полная индукция никогда невозможна. И ввиду этого любая академическая область, за исключением литературы, ну, какое-нибудь искусствоведение, литература, гуманитарных таких дисциплин, где мы, например, можем просто взять, и сказать, вот он все тексты Достоевского. Мы прочитали все тексты Достоевского. Все-все тексты, все слова, все буквы проанализировали. Достоевский написал вот эти вот свои книжки, и в его книжках мы знаем вот столько вот таких вот слов, и столько вот таких вот слов, и столько вот этих вот слов он употребил, да, например. Такие гуманитарные дисциплины, они, наоборот, могут обладать полной индукцией относительно своего предмета, Просто потому, что их предмет значительно уже, нежели климат, природа, физика, кванты, да, вот эти все гигантские абстракции, естественный отбор, эволюция, вот эти все-все гигантские тотальные абстракции, ДНК, у каждого разные ДНК, соответственно, ну, понятно, имеется в виду, что именно как вот есть два разных стула, так и есть ДНК, два ДНК, соответственно, три ДНК, огромное количество ДНК, потенциально бесконечное количество ДНК. Да, биологическая наука не изучает одно ДНК одного существа, да, биологическая наука изучает одновременно всю возможность, в рамках которой может реализовываться ДНК, по крайней мере, это так постулируется. И поэтому наука всегда, наука естественная, которая что-то изучает, которая что-то узнает, пытается, по крайней мере, претендует на познание, она всегда связана с каким-то необозримым количеством фактов потенциальных. И ввиду этого все выводы, которые из этой науки следуют, могут оказаться ложными. И поэтому же наука почти всегда, и естественная наука, и физика, прежде всего физика, главное, что самое, да, постоянно ошибается. И если физики, например, свои ошибки признают, то есть, да, ну, понимают, многие физики буквально понимают, что, ну, наверное, те теории, которых мы сейчас придерживаемся, они неверные. То представители многих других дисциплин это признают с большим трудом, на самом деле, потому что в истории их дисциплины еще не было такого краха, какой был в истории физики, господа, понимаете, в чем дело? Вот в истории физики было несколько колоссальных крахов, когда просто, ну, вот теория Ньютона просто бшшшш. Эйнштейн, окей, предложил, но Эйнштейновская теория относительности конкурирует с квантовой теорией в области гравитации, они друг другу, получается, противоречат. Такое себе тоже, да, то есть сейчас физика пребывает в состоянии такого некого дуализма, когда работают два набора теории. Во-первых, теория относительности, а во-вторых, соответственно, квантовая теория, да, соответственно, вот эти все представления о стандартной модели и так далее, так далее, так далее. И они друг другу буквально противоречат, то есть, либо одно из представлений, либо оба являются ложными. Вот. Ну, в чистом виде, да, в чистом виде. Тут как бы такое. И в этом плане физики еще более-менее осознают, что они, скорее всего, ну, короче, многие физики склоняются к инструментализму, так и иначе. Технари почти, технари еще больше склоняются к инструментализму науки. А физики, многие тоже склоняются к такому инструментализму, когда теория, в принципе, ну, она есть, да, она что-то помогает делать, да, но там модель внутри нее работает, все хорошо, ну, и ладно, пусть будет. Да, там, возможно, какие-то вот такие теории другие, там, теория струн, которые все это пытаются объединить, но никаких доказательств этой теории нету. Как-то так. Автор продолжает. Мы попытаемся перейти на возобновляемые источники или нулевые выбросы. Сколько психопатических и сосопатических генеральных директоров и банкиров окажутся в тюрьме? Сколько соглашений? Какие обязательства приняты? Или согласованы? Какие законы приняты? Не важно, не важно, почему-то не важно. Вот внезапно, да, система вроде бы сложная, много факторов могут повлиять, а Даута говорит, что это просто не важно. Объяснять, почему, он тоже не будет. Просто не важно, просто не важно, сколько, господа, понимаете? Не важно, просто не важно, забейте. Переломные моменты и вымирание. Потеря ледяного покрова и глобальное потепление неизбежны. Метан выделяется из вечной мерзлоты и других источников. Подкисление океана и повышение уровня моря также неизбежны. Короче, всё неизбежно, всё будет плохо. С метаном ничего нельзя делать. Остаётся есть только сметану. Ладно, жёстко, жёстко, да, закаламбурил. Мужество и действия. Освач Пенглер и другие историки, подчёркиваю, историки. Важность мужества. Кейт Марвел говорит о необходимости смелости и надежды. Кэтрин Ингрэм и другие обсуждают важность мужества и принятие в трудные времена. Содействие миграции деревьев. Содействие миграции деревьев необходимо для их выживания. Да, ну, короче, нужно выращивать деревья, чтобы деревья было больше, деревья были красивые и так далее. Вообще ничего против этого не имею. Действительно, деревья красивые, надо, чтобы деревьев было больше. Способствуйте росту деревьев, растите, поливайте, уважайте, любите деревья, выращивайте. Деревья – это классно, господа. Я люблю деревья. Люблю деревья. Действительно, не иронично люблю деревья, почему бы и нет. Способствуйте росту деревьев, друзья. Способствуйте росту деревьев. Создавайте плодородную почву для того, чтобы садить деревья. Это святая работа, по мнению. Ну нет, смотрите, проблема заключается в том, что автор зачем-то для того, чтобы делать хорошие, нормальные с точки зрения экологии дела, ему обязательно нужна какая-то, блин, странная религия. Вот это забавно. Вот это реально забавно. В остальном-то как-то, да, что экология, это хорошо, надо следить. Почему бы и нет. Да, животных надо там, не знаю, чтобы не убивали их тотально тоже. Почему бы и нет, нормально, позитивно. Что зверюшек-то убивать на всякий случай-то, это нехорошо, не полезно и не круто. Деревья тоже вырубать тотально массово. Тоже довольно странно, не восстанавливайте деревья. Деревья нам нужны, деревья полезные, деревья красивые, деревья замечательные. Тоже, блин, позитивно отношусь к выращиванию деревьев. Только зачем религия-то здесь нам нужна? Даут, зачем нам нужна религия? Успокойся, не надо нам религии. Коллективные действия, ядерные катастрофы. Бессрочных коллективных действий, возможные ядерные катастрофы. Индустриальная цивилизация продолжает разрушаться. Ожидание худшего и соответствующие действия, единственный шанс избежать катастроф. Неудержимый коллапс. Стабильность биосферы снижалась веками. А в последние десятилетия ушла из-под контроля, друзья, да. Вышла. Большинство людей отрицают этот факт, особенно те, кто извлекают выгоду из существующего порядка. Может, они и не отрицают, они просто извлекают выгоду, им хорошо и полезно. Ну, как вариант. Как вариант, может быть, им просто хорошо и полезно. Большинство людей отрицают этот факт, да, особенно тем, кто выгодно. Принятие реальности может помочь избежать катастрофических последствий. История будущего человечества. История 80-летнего бума и спада показывает, что индустриальное человечество обречено на вымирание. Принятие может помочь избежать катастрофических последствий. Необходимо минимизировать токсичность и поддерживать регенерацию. Восстановление и пермакультура. Восстановление должно быть партнерством с природой, защищая почву и уважая целостность. Пермакультура и агроэкология играют ключевую роль в восстановлении. Рекомендуется читать книги по пермакультуре и агроэкологии. Короче, там дофига книг еще сверху. Экология как дисциплина очень много чего породила интересного. Надо бы ознакомиться с миллионом книг, господа. Знакомьтесь с миллиардом книг и только тогда вы сможете понять Карла Маркса. Только прочитав все миллионы книг Карла Маркса, ты имеешь право его критиковать, как говорится. Тут то же самое. Ну и короче, чтобы избежать становления злом в геологическом масштабе, мы должны минимизировать смертельную токсичность, помогать растениям, вкладывать время, энергию и ресурсы во все, что способствует восстановлению учиться у коренного населения мудрости и сопротивлению, а также поддерживать их. Климатический хаос и психическое здоровье. Климатический хаос приводит к вымиранию видов и ухудшению психического здоровья. Зависимости и проблемы с психическим здоровьем растут по мере разрушения цивилизаций. Универсальные потребности человека не удовлетворяются в индустриальной цивилизации. Универсальные человеческие потребности. Обитаемый климат и здоровый нетоксичный воздух, вода, пища, жилье. Потребность принадлежать и быть частью безопасного и увлекательного сообщества, начиная с привязанности к матери в критические первые годы. Потребность к смыслу и цели жизни, включая значимую работу. Потребность быть ценимым, услышанным и оцененным. Потребность чувствовать уверенность в будущем для себя и своих близких. Потребность в контроле и определенной степени автономии в своей жизни и работе. Потребность в регулярном тесном общении с живым миром. О, сколько потребностей у человека. Как быть-то? Как быть с таким количеством потребностей? Все нужно, все важно. Как быть? Как быть? Как жить-то? Как жить-то тогда? Как жить-то тогда, если тебе все нужно? Потребность в чувстве места и дома. Потребность в освобождении от хронического стресса. Они удовлетворялись в старых культурах, которые были ориентированы на землю и экологию, а в современных не удовлетворяются. Ну, мне кажется, это в каком-то смысле крайне сомнительно, что все эти вещи являются как минимум потребностями, с одной стороны. А с другой стороны, крайне сомнительно, мне кажется, еще и то, что автор считает, что мы можем удовлетворять эти самые потребности, сохраняя то количество людей, которые у нас сейчас существуют. Здесь принципиально важно, что коренные разные народы, они обитали в маленьких сообществах, и эти маленькие сообщества, ну, работали по другому принципу. И в этих маленьких сообществах их вот скрепленность, она была крайне важна именно по причине того, что, ну, это маленькие сообщества, они друг без друга не выживут, им сложно жить друг без друга, понимаете? Мы сейчас живем в мире, где мы являемся узкоспециализированными, мы довольно разделены друг от друга социально, да, то есть кто-то из нас электрик, кто-то сантехник, кто-то философ, кто-то физик, кто-то ядерщик, кто-то клоун, кто-то актер, кто-то стример, кто-то, там, я не знаю, поэт-писатель, философ, антисоентист и так далее. Короче, очень много всего разного, очень много всего разного, люди живут буквально в разных мирах, причем, ну, опять же, когда речь касалась какого-нибудь племени, опять же, да, люди в среднем умели либо делать все, либо понимали, хорошо или плохо кто-то выполнил работу. Сейчас у нас мы живем несколько в другом мире, который функционирует по несколько другим правилам. И во многом поэтому из-за тотального масштабирования, не из-за того, что у нас плохая религия, не из-за того, что у нас плохие воззрения, не из-за того, что мы плохие люди, да, а из-за масштабирования, из-за тотального масштабирования, из-за тотального масштабирования, в принципе, мы пришли к тому, что имеем. Возможно ли сохранить масштабирование и одновременно с этим экологию, ну это первый вопрос Возможно ли вот эта экологическая религия при сохранении масштабов человечества, для меня это как бы Вот я не знаю, я не знаю, господа, я не знаю, возможно ли нет Для меня кажется уже немножко сомнительным, я вот не имею понятия Экопсихология, адаптация Экопсихология, связывает психологию с внешним миром Важные тексты по экопсихологии включают работы Бейтсона и Росзака Тоже можете почитать, там тысячи книг, обязательно читайте Глубокая адаптация и скорбь необходима для адаптации к изменениям Сеть добрых чувств и изменение климата Программа сеть добрых чувств помогает повысить устойчивость в условиях хаоса Изменение климата вызывает беспокойство и скорбь у многих людей Ну, окей, да, действительно, действительно вызывает, что я могу сказать Вот у автора, у автора вызывает, безусловно У меня тоже, наверное, вызывает, я бы хотел, чтобы мы жили в прекрасном, замечательном мире будущего А не в аду По мнению автора, мы должны принять неизбежное А преимущество принятия неизбежного заключается в том, что это спокойное стремление к совершенству Осознание себя как части природы, господа Вот так вот Вот они преимущества Это ясность вместо путаницы Сострадание вместо обвинений Любой в действии вместо активизма Ну и все, круто, да Перенастройка почти всего вокруг того, что действительно важно И того, что не имеет значения Спокойная настойчивость в желании завершить отношения с собой, семьей и другими, жизнью и наследием Сосредоточение внимания на доме, семье, сообществе Вот о том, что важно, свобода, должен, обязан и свобода для могу, могу получить Потрясающая благодарность за дар жизни, осознание и возможности глубоко чувствовать Расширенное чувство я, идентичности и восприятия непостоянства и смерти как священного Экоцидная вера Ухудшение биологического и социального положения Гордыня всемогущего мы как экоцид Примеры Прогресс управления биосферой Изменение климата Реальность и надежда Призыв к принятию реальности и работа в работе сообщества Примеры из программы HBO там, то есть были еще и много чего еще Ученые знают о климате, но не говорят об этом публично, да, по его мнению Ну и так далее, так далее, так далее Тут также важно разделение, которое авторы вводят на пост-дум-рок Дум и пост-дум Рок и пост-рок получается Это не про музыку, это рок как это, ну, преднаменование какое-то, судьба, вот что-нибудь такое Пост-дум, дум, то есть рок, это страх и тревога Пост-дум, это принятие неизбежного и возрождение Жизнь возродится с нами или без нас, по мнению автора, ну, логично Всегда же возрождалась, кажется, да Так, ладно Рок Общее чувство дискомфорта или тревоги, возникающее при осознании того, что технологический прогресс и экологический рост являются корнем нашей проблемы, а не выходом из нее Название для тревоги и страха, возникающих при жизни в коррумпированном и дисфункциональной цивилизации, производящей к массовому вымиранию Точка наименьшего сопротивления между отрицанием и регенерацией С нами или без нас, пост-рок То, что открывается, когда мы вспоминаем, кто мы есть Принимаем неизбежное, чтим нашу грусть И приоритизируем то, что поддерживает будущее и питает душу Ясное и бесстрашное уважение к жизни и относительное спокойствие даже на фоне резкого климатического хаоса Глобальной пандемии и коллапс как здоровья, биосферы, так и привычного порядка Жизнь осмысленно, сострадательно и мужественно, независимо от обстоятельств Надежда и опиум Люди будут стремиться к надежде Надежда как утешительное видение будущего Примеры технологий, которые являются опиумом Короче, опиум для народа Есть определенные опиумы для народа, которые мешают нам признать позицию автора А поскольку автор автоматически максимально прав И как бы прав, позиция оппонента кринж Я прав, я крутой Ввиду этого, ну мы сейчас будем долго тратить время для того, чтобы объяснить, что существует техно-опиум Для того, чтобы делать все возможное, чтобы минимизировать самую опасную токсичность Помогать растениям Инвестировать время, энергию и ресурсов Все, что связано с регенерацией природы и так далее, так далее, так далее Следующая тема Изменение климата и технологическая разруха Изменение климата происходит из-за превышения нормы Технологическая разруха Ну, кстати, я не знаю, так ли это или нет Я, опять же, не эколог Технологическая разруха, экоциты, экономический рост приводят к разрушению Автор критикует Стивена Пинкера за его религию прогресса Что самое важное, да? Я, кстати, с ним согласен Возможно, прогресс действительно не является тотальным решением для всех возможных проблем И, возможно, прогресс нас ни к чему не приведет Я не знаю Возможно, мы из-за прогресса придем в ад Буквально Всякое может быть Стивен Пинкер ослеплен в своей религии прогресса История сотворения мира от пещерных людей до цивилизации Да, короче, техноидолопоклонство Экоцидный миф о человеке Покорителе природы Все эти параметры, которые имеют место Ну и, соответственно, автор описывает буквально историю человечества Таким образом, что у нас есть, условно, вот здесь внизу каменный век У нас есть каменный век Потом мы постепенно растем к просвещению Индустриальные революции Глобализации И потом, типа, к Стартреку Стартрек, космические перелеты и все остальное И так далее, и так далее, и так далее Вот типичная картина прогрессивизма Типичная картина прогрессивизма Которая очень часто встречается у всевозможных авторов По типу Пинкера У других сиентистов Которые крайне позитивно настроены к прогрессу Он считает эту идеологию и религию Самой губительной за всю историю человечества Потому что именно она и приводит к максимальному экологическому краху И является самым большим злом из возможных Потому что он определил зло как то, что Против экологии А добро, как то, что за экологию Против экологии Прогрессивизм такого толка Когда мы все вокруг используем Подчиняем, управляем все ресурсы себе Все хапаем, 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 хапаем И так далее, так далее, так далее Это нехорошо Без жизнецентрического взгляда на экологию и энергетику Хорошие люди поддерживают политику ухудшения ситуации Что самое главное Добрые, хорошие люди Которые находятся в идеологии Этого самого прогрессивизма Они делают зло Потому что они уничтожают мир вокруг себя систематически Это нехорошо, по мнению автора Но есть определенные планы Которые позволяют Обратить Вспять глобальное потепление По мнению автора Это возможно все-таки То это неизбежно То это возможно Тут как бы не до конца понятно Ну это неизбежно Если мы продолжаем имеющиеся тенденции А если мы радикально меняем тенденции Всем человечеству Магическим образом Да Все человечество Магическим образом Осознает Что надо поклоняться экологии И природе Как Богу И тогда Ну звучит как детская сказка Конечно Понятное дело Что никто этому всему поклоняться не будет Понятное дело Что никаких подвижек не будет И понятное дело Что мы скорее идем к коллапсу тогда То есть если коллапс неизбежен По мнению автора То он видимо и останется неизбежным Потому что тенденции все-таки Нас не ведут к тому Что мы все вместе Осознаем реальность как Бога И будем ей поклоняться природе О господи природа Давай я буду сажать деревья там И все такое Ну это звучит крайне маловероятно Соответственно Прогресс ориентированный на человека По мнению автора Ведет к акоциду А период от ориентированного на человека Прогресса Ориентированному на жизнь Необходим для истинного прогресса Технологические решения Могут привести к катастрофическим последствиям Техноутопизм и судьба Земли Конференция 2014 года показала Что технологии не спасут мир Технологии не интегрированные с природой Приносят больше вреда, чем польза Большинство технологических решений Контрпродуктивны По мнению автора Прогресс к акоциду вопрос Определение изменения прогресса в краткосрочных Ориентированных на человека категориях Приводит хороших людей к тому, что они невольно Поддерживают великое зло Надежда на технорешения или политические решения Приведет к катастрофическим ядерным авариям И неизмеримым вымиранием Проблемы, вызванные экономическим ростом И развитием Не будут решены Их дальнейшим увеличением На самом деле наша ситуация только ухудшится Понимание экологии, энергетики и истории Подрывает ожидания Что человеческая изобретательность Технологии или рынок Могут спасти индустриальную цивилизацию Экологическая катастрофа и зеленая энергетика Мы являемся экологической катастрофой И никакая зеленая энергетика не решит проблему Ну и в общем соответственно Он придерживается такой позиции Многое, короче Если не я Если не мои идеи Если не моя религия, друзья Вам, вы все будете в аду Вам будет плохо Умрите Но смиритесь с этим Примите это И помогайте природе Прогресс начинается с резервного копирования Отказа от постоянного прогресса Будущее не такое, каким мы его себе представляли И нужно вернуться к дарам и мудростям прошлого Важно искать дары и мудрости прошлого Для настоящего будущего И мы все это должны принять И у нас юмор висельника должен быть То есть мы понимаем, что мы уже в петле Но мы должны как бы со всем этим работать И должны принимать это с юмором Чтобы не паниковать Чтобы не сходить с ума Чтобы не становиться еще более глупыми Еще более непоследовательными Еще более разрушительными В общем мы не должны поддаваться Коллективному безумию Мы не должны поддаваться хаосу Мы не должны от этого всего страдать Понятное дело Слепота к экологическим проблемам Это очень большая проблема Для автора ее надо решать Биофизические и экологические неизбежности Первая половина и первая пятерка Связаны с биофизическими и экологическими аспектами Вторая половина и следующие пять Социологическими и психологическими Резкие изменения климата Приводят к коллапсу биосферы Вымиранию видов Люди будут стремиться отвлечься И искать надежду Элитные университеты и СМИ Останутся легальными торговцами опиумом Принятие неизбежного Улучшает эмоциональное здоровье Преимущество принятия краха Ясность перед замешательством Сострадание перед обвинением Любовь и действие перед активизмом Изменение приоритетов жизни и деятельности Сосредоточенность на доме, семье, сообществе и радости В общем, важно ознакомиться с десятью Этими неизбежностями Читать много книг по экологии И много чего еще Из того, что мне понравилось Автор действительно ссылается на огромное количество книг Которые я все равно не буду читать Но это делает его речи более увесистыми Но он опирается на мнение других исследователей При этом не доставая оттуда Собственно доказательную базу И это печально Потому что на самом деле Меня интересует не только то Почему я и многие другие Критикуют позицию данного автора Потому что в принципе понятно Что люди всегда не согласны И будут критиковать Это в принципе естественные процессы Важно то Почему мы должны с позиции автора согласиться А этого мне в материалах не хватило При том, что автор Он рассказывал о том Что у него есть видео Так скажем Вроде он называл это завтрак То есть маленькое 40-минутное видео Чтобы быстро можно было посмотреть А вот это вот видео Большое двухчасовое Это большой и плотный ужин В начале видео он назвал Большой и плотный ужин В общем в этом большом и плотном ужине Слишком много времени Посвящено причинам По которым люди не согласны с автором И мне кажется это Нехорошо Это нехорошая аргументация От этого надо уходить Да, то есть достаточно Несколько высказываний По этому поводу вбросить И оставить И сосредоточиться уже На тех доказательствах Которые автор добыл Из тех книг Которые он обсуждал К сожалению Автор по какой-то причине Не хочет этого делать И мне кажется От этого Его материалы Сильно страдают Очень сильно похоже Что автор пытается Нас убедить Минимально приводя Разного рода аргументацию И это печально Потому что Вроде бы его позиция Во многих аспектах Кажется описанием Некоторых возможных Будущих тенденций Которые безусловно Неплохо было бы учитывать Тотальный алармизм Конечно пугает И судя по всему Не является Так скажем Истиной В истине Это самый алармизм У алармизма Есть свои проблемы Очевидные проблемы Да С которыми Мы вынуждены Иметь дело Но при этом Полностью отбрасывать Алармизм На мой взгляд Нельзя И это было бы Крайне негативно Потому что Есть адекватные Формы алармизма Экологический алармизм Мне кажется В некоторой степени Адекватным Если есть хоть какой-то шанс Что мы Разрушим природу Наверное надо Каким-то образом Стремиться к тому Что ее не надо Рассуждать Минимизировать Вред природе Максимально И делать Многое Для того Чтобы природа Восстанавливалась То есть От того Что вы посадите Несколько десятков Деревьев И они вырастут Через 200-300 лет Это не сделает Мир хуже И вас это хуже Тоже не сделает Почему бы и нет Почему бы и нет Так скажем Помогите природе Восстанавливаться Столько вас Людей Помогите Выезжайте В пригороды Высаживайте Деревья На пустых местах Сажайте Рожайте Я не знаю Почву улучшайте Обогащайте По возможности Что вы можете делать То и делайте Соответственно Для того Чтобы природа Чувствовала себя лучше А вы Вместе С этой природой Тоже Вот Но при этом Тотальные Какие-то Алармические настроения Которые автор проповедует Мне кажется Все же Крайне сомнительными Прям тотально Поддаваться Какому-то Страху Панике Упадку И мы ничего не сможем Решить И никакие возобновляемые ресурсы Ничего не сделают И вообще ничего не случится И не помогут И ученые не справятся И технологии не затехнологичат Звучит Как одна из возможностей Причем Трудно Предусмотреть Насколько данная Возможность Вероятно И опять же Да Автор как бы просто берет И продляет Те тенденции Которые у нас есть Но не факт Что эти тенденции Продлятся Здесь важно понимать Вот сейчас Есть у мира У мира Если можно вообще говорить У человечества Есть некое ощущение Грядущего Шага вперед Как минимум Да Как будто бы мы сейчас На ступени Вперед Перед некоторым Каким-то прогрессом Связанным С искусственным интеллектом К другими компьютерными Технологиями Роботами Роботехнологиями Электрическими автомобилями Ну которые заставят нас Больше электричества Конечно Искать где-то Да С одной стороны А с другой стороны Ну Электрические автомобили Может быть Мы научимся Добывать электричество Таким способом Чтобы не вредить природе Возобновляемые источники энергии Какие-нибудь нормальные Изобретем Создадим Вдруг Да В общем Какие-никакие перспективы Кажется вырисовываются И весь этот алармизм Он Не то чтобы весь бессмысленно Но значительная его часть Оказывается Как будто бы Не так убедительно То есть вот мы стоим сейчас В преддверии Некого шага вперед Автор говорит Все нет Конец Не надо никуда шагать Все мы умираем Все конец Примите это неизбежно И пытайтесь восстановить природу В общем дамы и господа Мне кажется Что мы просмотрели давно Прослушали довольно интересный материал В принципе Да С таким материалом Я очень редко связывался Потому что Эта тема В определенном смысле Не моя Этими темами Я занимаюсь довольно редко И думаю о них довольно редко Большое спасибо Дэну Би за заказ Большое спасибо Что снова не Ютковский Я ненавижу Ютковского Не то чтобы прям вот ненавижу как человека Но как потребление его контента Я ненавижу потреблять контент Ютковского Я прям вот всем сердцем презираю это Это было что-то новенькое Это было что-то Что позволило мне задуматься О некоторых проблемах О которых я раньше не думал В принципе Ну или думал Но в меньшей степени Большое спасибо Еще раз Дэну Би Большое спасибо Всем зрителям Которые посмотрели это видео Большое спасибо Мои любимые Приходите ко мне на стримы Подписывайтесь на канал И обязательно подписывайтесь На Бусти За 500 рублей Потому что там вас ждет Большой курс по доксологии Курс по доксологии Это база Которую я делаю Для вас Это моя личная Философская дисциплина Мое учение Которая я считаю Принципиально важным Если вы подпишетесь За 500 рублей Вы получите не только Курс по доксологии Но и доступ К другим курсам Которые я буду В дальнейшем выпускать Например Курсу по философской Кабинаторике Над которым я начну работать В следующем месяце Скорее всего уже Курсу по Духовным практикам О сменога бесконечности Над которым я тоже Начну работать Как-нибудь потом И другим курсам Которые я собираюсь Собственно создавать Друзья Обязательно подписывайтесь На бусти Это очень сильно Мне поможет Это поддерживает Мой контент Это позволяет Мне больше заниматься Моим философским творчеством Что для меня Крайне важно И я думаю Для вас тоже В какой-то степени важно Даже если вы не будете Смотреть эти материалы Вы все равно будете Меня поддерживать Если вы будете Меня поддерживать У меня будет Постоянный доход с бусти Я буду счастлив Я смогу выделять Больше времени На работу Над своими текстами Материалами по философии Спасибо вам большое Друзья Еще раз Увидимся с вами На стримах Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok